Копируй меня полностью! Информационный век рождает не только новые сообщества, но даже религии. Так в Швеции еще в начале года была зарегистрирована церковь копимизма. Основал ее шведский студент Айзек Герсон, который вместе со своими последователями выступает за свободный обмен информацией. А нажатие комбинации клавиш Ctrl-C и Ctrl-V считает священным действием. Церковь копимизма также часто называют религией онлайн-пиратов. Это точнее РУ. Добро пожаловать на наш телесайт. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня уже перестает быть таковым. В Америке, например, официально зарегистрированы автомобили, способные передвигаться по дорогам без участия водителя. В штате Невада была выдана первая лицензия на такой автомобиль. Гибрид Toyota Prius, модифицированный интернет-гигантом Google, может полностью передвигаться без участия человека. Машина оснащена видеокамерами на крыше, радарными сенсорами и лазерным дальномером. Эти устройства помогают получать информацию об окружающих машин, объектах и дорожной ситуации. После чего компьютерная система машины выстраивает виртуальную трехмерную модель окружающего мира. По законам штата, во время движения в машине должны находиться два человека. Один из них должен следить за работой компьютерных систем, второй находиться за рулем, чтобы в случае необходимости взять на себя управление, взявшись за руль или нажав на педаль тормоза. 220 тысяч километров. Такое расстояние автомобиль уже накрутил на автопилоте и ни разу не попал в аварию. Директор департамента транспортных средств Невады Брюс Бреслоу так отшутился о преимуществах автомобиля будущего. Когда едешь по бульвару, и рядом с тобой огромный грузовик с изображением трех полуголых девиц на боку, машина видит только габаритный прямоугольник. Губернатор Владимир Якушев через свой блог на портале adamtuman.ru высказался относительно строительства по улице Первомайская, 44. Напомню, жильцы этого и двух близлежащих домов выступили против возведения очередной высотки в их дворе. Внимательно изучил ситуацию вокруг начала строительства новой многоэтажки во дворе дом номер 44 по улице Первомайской. Провел ряд консультаций с экспертами, специалистами. Вывод один. Дом строить там нельзя, так как будут нарушены действующие градостроительные нормы, и жильцы останутся в бездворовой территории. Понимаю, что инвестор понес определенные затраты, поэтому поручил ГАВе администрации Тюмени провести переговоры и найти оптимальные решения. На официальном портале администрации Тюмени каждый житель города может воспользоваться услугами одной весьма полезной информационно-справочной системы под названием «Ваш дом». Найти нужны адреса управляющей компании, поликлиники, адресы телефонно-приемных депутатов, все это сюда. Для того, чтобы воспользоваться системой, нужно на сайте городской администрации tumancity.ru кликнуть на баннер с надписью «Ваш дом». Находится он в правой части страницы. Далее все просто – вводите адрес дома и получайте нужную вам информацию. Так житель, проживающий по адресу широтная 148, узнает, что депутатом от его округа является Кригорьев Александр Вальдемарович. Узнает адреса и телефоны своей управляющей компании, поликлиники и может когда-нибудь в будущем увидит под разделами участковые и квартальные фамилии и адреса. Действительно, далеко не все разделы системы заполнены. Относится ли это к вашему дому, узнайте сами, посетив сайт tumancity.ru. Это была программа «Точнее.ру» и в конце, как всегда, наше традиционное видео с YouTube. «Точнее». «Точнее». Субтитры подогнал «Симон»